Привет-привет! В эфире Универньюз. С вами снова я, Гульфия Мутугульна. Самое время рассказать о самых горячих и актуальных новостях нашей республики. Сегодня в выпуске. Как эффективнее добывать нефть промышленников, расскажут ученые Казанского федерального университета. Где бы вы ни были, вас найдут за считанные минуты. Взгляд в будущее молодого астронома из Казанского федерального. В марте 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Предвыборная гонка кандидатов, одобренных Центральной избирательной комиссией, уже началась. Нынешний президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на новый срок и принял решение назначить сопредседателем своего предвыборного штаба генерального директора КАМАЗа Сергея Кагогина. Напомним, что Сергей Кагогин является не только выпускником, но и членом попечительского совета Казанского федерального университета. В качестве генерального директора КАМАЗа Сергей Кагогин тесно сотрудничает с Казанским университетом, как с научным и исследовательским центром. Кроме этого, Казанский федеральный университет является кузницей высококвалифицированных кадров и одним из ключевых партнеров КАМАЗа. В университете действуют базовые кафедры предприятия, а многолетнее сотрудничество было отмечено Министерством промышленности и Министерством образования науки России в виде специального приза университету. Эту награду получил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров на выставке ВУЗ ПромЭкспо в декабре 2017 года. Напомним, что Ильшат Гафуров является доверенным лицом Владимира Путина по науке и образованию. Пожелаем всем кандидатам удачи, а сейчас мы переходим к остальным новостям. Стратегическая академическая единица «Эко-нефть» разрабатывает новый проект по повышению эффективности добычи нефти. Этой цели планируется достичь с помощью моделирования нефтяных источников. Как оно происходит и каким результатом приведет, вы узнаете в нашем сюжете. Стратегическая академическая единица «Эко-нефть» Казанского федерального университета уже приступила к работе в нынешнем году. Научно-исследовательская лаборатория высокопроизводительной распределенной системы начала деятельность по проекту повышения эффективности добычи нефти, математическое моделирование многофазной многокомпонентной неизотермической фильтрации в деформируемых пористых средах. Чем конкретно занимаемся мы в «Эко-нефть»? Мы занимаемся моделированием процессов разработки, в том числе и сложных процессов разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Мы рассчитываем объем закачки пара, изменение температуры, изменение давления, соответственно, изменение как следствие энергетического состояния залежи. Исследования ведутся в двух направлениях – моделированием конкретных нефтяных источников и построением универсальной модели и программного комплекса, который будет ее реализовывать. У нас есть своя геомеханическая лаборатория, и по результатам этих лабораторных исследований и анализу скважин, которые уже пробурены, мы, соответственно, сейчас можем выдавать рекомендации, как пробурить скважину, чтобы избежать осложнений, потому что осложнение на скважине – это катастрофически дорогая вещь. На данный момент ведется подготовительный этап. На нем удалось определить наиболее перспективный вектор для исследований. Сейчас идет поиск модели, которая объединила бы в себе химические, тепловые и механические процессы. Это общая тенденция, все работают с этим моделем, все понимают, что модели, они не идеальны, но, в принципе, да, прогнозная способность модели, она достаточно велика. Каждый процесс описывается своим набором уравнений. Первые результаты планируется получить спустя полгода. После математической модели ученые займутся численной схемой. На основе численной модели гидродинамической мы можем получить текущее состояние залежи на любой момент разработки. И, имея текущее состояние залежи, имея так называемую садаптированную, то есть настроенную на текущее состояние модель, мы можем считать прогноз. В результате ученые представят программный продукт, предназначенный для расчетов. Научный код будет принимать конфигурацию пласта, его свойства и выдавать данные для средств визуализации. В дальнейшем для параметрического наполнения и верификации необходимы будут и усилия геологов. Модель будет сверена с реальными скважинами и после доработана. С точки зрения несостыковки с моделью, если у нас скважина показывает какие-то отличия от того, что мы смоделировали, то опять же модель просто уточняется по результатам этой скважины и, соответственно, уже на уточненной модели пересчитывается прогноз. Такие исследования обеспечат нефтяные компании теоретическим изучением их работы. Это ускорит добычу нефти и снизит финансовые затраты. Артем Тупичкин, Универньюз. Вычислить местоположение любого человека в пределах его страны довольно просто. И делается это в считанные минуты. В мире заработала система, которая способна вычислить любого человека по походке и по поведению. В теме разбиралась Аделя Шамилова. Китайские ученые сообщили о создании новой технологии биометрической идентификации, которая способна установить личность человека по походке. Даже если его лицо будет скрыто, сообщает интернет-гатет Овести Хайтэч. Разработка основывается на уникальном рисунке походки, включая ритм, скорость и другие особенности передвижения. Данная технология работает в десятки раз быстрее и дальше, чем сканеры радужной оболочки глаза. Мы решили разобраться, в чем необходимость столь серьезной системы. Найти ответ на свой вопрос нам помог профессор Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета. Сейчас новый подход – это биометрическая оценка походки человека, жестов человека, потому что у каждого человека есть свои какие-то индивидуальные особенности в походке, в длине шага, в том, как он переставляет ноги, как движется тело, как движутся руки при движении, какие жесты человек производит. Поэтому, если закрепить в базе данных за каждым конкретным человеком его походку, его жесты, его лицо, его можно будет уже определять на видеопотоке. Например, в базе данных китайской полиции есть фотографии всех жителей города Гуяй, что позволяет технологиям идентификации лиц почти мгновенно отыскать нужного человека и узнать обо всех его передвижениях за последнюю неделю. Если нейросети не удается распознать лицо или номерной знак, она попробует определить пол, возраст и национальность. Достаточно одной фотографии человека в базе данных, чтобы полицейским удалось поймать человека за 7 минут. А вот будет ли внедрена данная система в России? Университетский эксперт по интеллектуальной технике также помог нам найти ответ и на этот вопрос. Насколько мне известно, в России, в Москве уже установлено большое количество камер и порядка 3000 этих камер подключены к системе распознания лиц человека и сейчас работают в тестовом режиме, проверяется, как это все происходит, потому что как найти человека по видеоизображению, по картинке, по фотографии. Но сейчас это все работает в тестовом режиме, чтобы оценить затраты, оценить необходимые мощности и в перспективе эта система может быть распространена уже на все камеры, установленные на улицах. Системы биометрической идентификации внедряются на территории Китая повсеместно и даже помогают справляться с мелкими нарушениями. Легко вычисляют пешеходов, нарушающих правила уличного движения. А в общественном парке помогают бороться с похитителями туалетной бумаги. А также в одной из сетей быстрого питания запущен экспериментальный проект, позволяющий оплатить заказ, просто улыбнувшись. И теперь, по всей видимости, на достигнутом китайские ученые вряд ли остановятся. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Невер Ньюс. Молодой астроном КФУ стал лауреатом конкурса «Космос. Взгляд в будущее». Конкурс проходил в рамках конференции форума, организованного Федерацией космонавтики России. Все подробности ты узнаешь в следующем сюжете. Студенты Казанского федерального университета продолжают покорять научное поприще. Младший научный сотрудник НИЛа космической навигации и планетные исследования стратегической академической единицы «Островызов» Казанского федерального университета Алексей Андреев представил на конкурсе свой проект и стал лауреатом. Моя работа посвящена созданию системы ГЛОНАСС на окололунной орбите, потому что сейчас это очень актуальная задача в свете предстоящих российских лунных миссий, которые намечены на период с 2019 по 2025 годы. И у нас уже есть неплохой задел в этой сфере, поэтому удалось представить те наработки, которые у нас есть на этом форуме. Конкурс проходил в рамках конференции форума «Космос. Взгляд. Будущее», организованного Федерацией космонавтики России с участием Ингостра, Госкорпорации Роскосмос, Объединенной ракетно-космической корпорации, Национальный исследовательский университет МАИ. Финал состоялся в Москве. Тема эта имеет вполне конкретную цель и, в общем-то, много работы еще предстоит, поэтому планирую развиваться в этом направлении, планирую защитить диссертацию по той тематике, которую я начал еще в магистратуре. В 2017 году научные достижения Андреева были отмечены двумя стипендиями академиков Российской академии наук Раальда и Ренада Сагдеевых и Академии наук Республики Татарстан. Кроме того, Алексей стал победителем конкурса «Студент года КФУ-2017» в номинации «Лучший аспирант в области естественных и физико-математических наук». Диана Шилова, Леонард Вольтьяров, Универ Ньюс. Это были все новости на сегодня. Улыбайтесь чаще. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok